Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness Psychology и я его ведущий Кравцев Сергей. Наша тема это как проверить мужчину на деньги. Будет ли он делиться с вами ресурсом, да? Будет ли мужчина делиться деньгами? Как это проверить? Одна девочка мне на консультации сказала, что ну я проверяю мужчину деньгами, если он готов за меня заплатить, отдать за меня денег в ресторане, купить мне цветы, красиво ухаживать. Значит, вот я думаю, что он готов делиться ресурсом. Почему вы совершаете огромную ошибку, соответственно, поступая таким образом? Поймите, дорогие дамы, вы когда так делаете, вы не рассчитываете одного. Вы ищете какого мужчину? Студента? Ну, я думаю, что вряд ли. Раз вы хотите, чтобы мужчина с вами делился деньгами, то, соответственно, это какой-то статусный мужчина, у которого есть деньги. А теперь подумайте, вот у человека, допустим, там, ну доход там в среднем, сколько считается у статусных мужчин доход? Ну, допустим, от 300 до 500 тысяч в месяц. Те 5-10 тысяч рублей, ну пускай 15, которые он потратит на вас за вечер, это что? Это для него настолько много, что ли? Это что? Он ресурсом с вами поделился? Да он на самом деле вот дольку маленькую оторвал от себя. Для него это ничего не стоит. Он может сжечь пойти большую сумму, да? Вот. Поэтому, соответственно, не думайте, что если мужчина заплатил за вас в ресторане, он купил вам букет цветов, особенно если он, возможно, нарцисс или просто опытный человек, да, или психопат, или даже, возможно, где-то параноик, ну вот такой успешный. Соответственно, вот все вот эти темные личности, если они что-то сделали, да, что все, он готов и большим делиться, и квартиру вам купит, или женится на вас и так далее, нет. Он может очень красиво ухаживать, но это для него ничего ровным, счетом стоить не будет, значит, не будет у вас, точнее, у него может быть таких, как вы, 10. Поэтому, соответственно, что значит мужчина поделился ресурсом, особенно для делового мужчины. Если он разорвал свою зону комфорта, он увиделся во время того, когда ему очень удобно видеться. Сорвался, приехал и починил вам кран, я не знаю, или сорвался, просто приехал, увиделся, или ехал через весь город к вам на свидание, именно преодолел какое-то расстояние, да, то есть он покинул зону комфорта своего. Вот для делового мужчины это будет значить, что он решил делиться с вами ресурсом, потому что для делового человека вообще время, оно более ценно, ну, такое. То есть понятно, что он отдыхает, когда он рядом с вами, он понимает, вы секса, может, сейчас поедете, займете, селе, там, предвещает что-то, да, этот секс. А так он понимает, блин, я пять часов пробки проведу, да, по МКАДу, зачем мне там стоять, да, как-то что-то там пыжится из-за этого. Но если он вас заинтересован, если он готов делиться с вами ресурсом, он 10 часов этой пробки простоит. И все это должно быть, и денег, конечно, он должен на вас тратить, но постепенно эти суммы должны увеличиваться, это раз. А два, вкладывая свой и временной ресурс в отношение с вами, и вкладывая, какую-то, нарушая свою зону дискомфорта, когда он куда-то едет к вам. Если вы эти встречи провоцируете, что он там заедет за вами, через как-то неудобное для него, да, расстояние преодолеет, вот это уже более попахивает таким вот заинтересованным поведением. Вас, когда молодой человек, да, заинтересован, когда он пойдет не просто даст вам денег на шопинг, а когда он будет ходить с вами по магазинам, перетерпит, блин, эти все наряды, понимаете, пока вы меряете. Вот это уже похоже на то, что вы научились им манипулировать, вы научились, приучили мужчину, чтобы он отдавал вам ресурс, отдавал вам деньги, и это будет говорить о том, что вот когда вы вот так вот научились манипулировать мужчиной, даже можно и более крупные суммы просить. А пока он просто кидает вас там 5-10 тысяч рублей, возможно, это просто не такие большие деньги, и когда вы попросите больше, или захотите больше ресурс, да, от него получить, или стабильно получать от него какой-то ресурс, вы ему просто надоедите, да, и он от вас рано или поздно свалит. Поэтому тщательно тестируйте своих мужчин, дорогие дамы. Если вам была эта тема интересна, пишите внизу в комментариях. Дорогие друзья, с вами был Medical Fitness Psychology. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я жду вас на своих консультациях онлайн, а также в своем инстаграме. Да пребудет с вами здоровье!